Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 2143». «Оппоненты и батюшки благословляют служить в армии, принимая присягу и оружие в руки, ссылаясь более на предание, что где святые служили, и Бог их не укорил. Так ли это?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Так говорят, когда в душе нет веры в загробную жизнь, когда не верят Слову Божию и житья не читали. Кто знает, житья таких вообще очень и очень мало. А кто прочитал их хотя бы один раз от корки до корки, попробуйте найти. Мне пришлось пройти все 12 томов, житья святых полностью, 12 раз. Это означает, что они мне известны немного. Про службу в армии и про войну у нас много сказано в книге «К истинному православию» в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших». Прочтите. И в житиях не все шли на нарушение Божьей заповеди «не убей». Слово «голоден» понятно всем, и что он есть хочет, и что его кто-то должен накормить. И в Библии это словосочетание «голоден» на корми встречается только два раза, и оба в отношении врага. И это заповедь христианам. И не написано, что залей ему в глотку олово расплавленное или голову отрежь, как в чеченских мозгах отпечатано. Но, Ирлиминам 12.20, «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Чудом Божьим ослепленные враги оказались в середине того государства, против которого воевали только на приграничных заставах. Четвертое царство, шестая глава, с 20 по 23 стих. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь Израильский, Елисей, увидев их, «Не избит ли их, отец мой?» И сказал он, «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Милий. 10 ноября. Кавычки открыты. Святой епископ Милий происходил из персидской страны. Приняв святое крещение, он еще в юных летах занялся изучением священного писания. Достигший совершенных лет, он задумал служить в военном звании, прибывшем тогда персидском царе. Но ему было видение от Бога, в котором с угрозами запрещено было поступать в военное звание. Субтитры создавал DimaTorzok